Первый бой пулеметчика Хаджи Мурзы Мельдзихова был немного нелепым. Советские солдаты тогда в начале июля 1941 года оборонялись возле города-острова. Ночью они заняли небольшую высоту возле леса, а немцы с утра, заметив их, пошли в атаку. Настойчиво раз за разом, под прикрытием своих пулеметов, ища слабое место, они то нажимали на советскую оборону, то откатывались обратно. И потом на головы защитников сыпались мины. Мельдзихов встречал противника длинными очередями своего пулемета, и уже скоро у него кончились все обычные патроны и остались только бронебойные. А ими долго стрелять было невозможно. Даже от одной очереди ствол пулемета раскалялся так, что его потом было уже не охладить. Вот и стрелял советский паренек, теперь по врагу только одиночными выстрелами. Но так много не навоюешь. Уже скоро потихоньку замолкли все товарищи Хаджи Мурзы. Погиб в попытках принести патроны от соседнего пулемета и его второй номер, и главный герой данного рассказа остался на высоте один. Поняв это, немецкий пулеметчик решил сменить свою позицию, чтобы лучше достать красноармейца, но бронебойный патрон прилетел ему прямо в голову, не оставив от нее буквально ничего. Это был первый поверженный противник советского солдата, но уже через секунду возле него разорвалась граната. Мельдзихова откинуло назад, завалило комьями земли, а ствол пулемета погнуло. Потеряв на мгновение связь с реальностью, он вместо того, чтобы продолжать сражаться или бежать, начал делать то, что требовал от него устав. Он подтянул к себе пулемет, снял с него замок, а само оружие прислонил к стенке окопа. И тут на него сверху свалился огромный немец. Фашист ударил Хаджимурзу прикладом по затылку, но сам не удержался на ногах, и, падая, сильно ударился о стоящий пулемет. Он потерял сознание и сел на корточке, а Мельдзихов также от удара прикладом стал проваливаться в небытие. Он успел разогнуться, но, падая, сел прямо на колени к немцу. Хаджимурза Мельдзихов был очень веселым и энергичным человеком. Вспоминая потом уже после войны этот случай, он всегда смеялся, говоря, вот бы нас тогда кто-нибудь сфотографировал, позору бы не было конца. Меня свои же боевые товарищи засмеяли бы, но, конечно же, в самый этот момент было не до смеха. Хорошо, что герой очнулся первым. Он снял с немца каску и ударил его тяжелым пулеметным затвором по голове, при этом сильно порезав пальцы о края каски. Неизвестно, что бы было с ним одним на высоте, но в этот момент за его спиной послышалось громкое «Ура», а немцы, отстреливаясь, отступили. Осетин Мельдзихов Хаджимурза Заурбекович во время Великой Отечественной войны провоевал всего семь месяцев. Но за это время он успел уничтожить почти полтораста фашистов, причем 108 гитлеровцев он убил всего за один бой. За свои подвиги он был удостоен званием Героя Советского Союза, а первый выстрел по человеку он сделал еще до войны, в родной Северной Осетии в подростковом возрасте. Родился герой 1 января 1919 года в селении Эльхотова, и у него было пять братьев и сестер. Его родители выбивались из сил, чтобы прокормить семью, и поэтому уже в возрасте 12 лет Хаджимурзе пришлось идти работать. Сначала он заменял почтальона, таская по горным тропам тяжелую сумку, а потом стал пасти колхозное стадо. Однажды на поле из леса выехали два всадника. Это были грабители, которые похитили из банка в Нальчике крупную сумму денег, и теперь прятались от правосудия. Лишний свидетелям был не нужен, и они стали стрелять по Хаджимурзе, но тот успел спрятаться за деревом. По распоряжению председателя колхоза он носил с собой ружье и, выстрелив в ответ, попал в лошадь одного из грабителей. Она упала и придавила седока, сломав ему ногу, а второй бандит ускакал. Мальчик связал оставшегося и доставил его в село. Задержанным оказался главный бухгалтер ограбленного банка, а Хаджимурза получил тогда большую денежную премию, на которую купил себе и отцу по шапке, а остальные деньги раздал братьям, сестрам и матери. Потом Хаджимурза стал работать в колхозе трактористом, а о его трудоспособности говорит тот факт, что он во время пахоты за день закрывал до 20 трудодней. После того, как он ушел в армию, колхоз еще целых два года присылал продукты его семье, да так много, что отец даже ругался. Не возите, дескать, больше ничего, и так некуда девать. Но колхозники все равно везли и везли продукты. Раз заработал, то положено отдать. Бомбы сыпались с неба в первый день войны. Хаджимурза тогда служил в Литве и 22 июня 41 года стоял в наряде дневальном. Казарма с солдатами находилась у самой государственной границы, а офицеры располагались со своими семьями в городе. Во время авианалета и артиллерийского обстрела началась паника, и красноармейцы, оставшись без командования, частью погибли, а частью разбежались. Мельдзихов первым делом кинулся в конюшню и открыл ставни. Обезумевшие от страха животные кинулись наружу, сбив солдата с ног, а на месте остались стоять только три его лошади, которые, узнав по запаху своего хозяина, не решились идти на побег, и тревожно переступали с ноги на ногу. Хаджимурза запряг тачанку, а потом увидел горящую казарму и вспомнил о знамени части. Он вбежал в здание, спас реликвию от огня, а также дополнительно вынес важные документы. Вместе с другим дневальным и командиром Островским, который прибежал бегом из города, они направились в сторону Пскова, где из отступающих солдат и ополченцев формировались новые части. Мельдихов попал в 163-ю стрелковую дивизию, а за спасение знамени его взяли в разведку, где быстро обучили стрелять из всех видов оружия и пользоваться ножом. Первый бой он принял возле города Острова, а потом отступал до Пскова. Испуганный солдат лихорадочно греб руками, пытаясь уплыть от смертельной опасности. Река Великая, несмотря на название не такая уж и большая, но теперь она казалась просто непреодолимой. Хаджимур Замельдзихов держался за бревно, а сзади него на резиновой лодке, дико смеясь, плыли немцы. Офицер, встав у носа, жестами запрещал солдатам открывать огонь. Ему, видно, хотелось убить красноармейца собственноручно, и он, не сильно целясь, стрелял по своей жертве из пистолета. Тогда, 6 июля 1941 года, враг штурмовал город Псков. Пулеметчика Мельдзихова и еще двоих бойцов оставили на западном берегу реки, чтобы они прикрыли отход батальона по мосту. Но немцы слишком быстро пошли в атаку. Хаджимур Замельдзихов замешкался и не увидел, как его товарищи побежали к переправе. Обернувшись, перед его глазами предстала страшная картина. Мост взлетел на воздух в тот самый момент, когда два красноармейца добежали только до его середины. Это видение осталось потом с ним на всю жизнь, но мешкать дальше было уже нельзя. Немцы подобрались к Хаджимур Зе совсем близко. Мельдзихов длинной пулеметной очередью срезал деревянный столб, что стоял у самой реки. Скинул его в воду, прижал к нему пулемет и поплыл. Но на середине его догнали гитлеровцы. Пули свистели у него над головой, а красноармеец никак не мог понять, чем лично он обидел офицера, который хочет его убить. Тогда он сильно испугался за свою жизнь. Злился, что ему не помогают его товарищи с другого берега. Но тут он внезапно вспомнил о пулемете, о котором из-за переживаний забыл. Он резко развернулся и, держа Дегтярева в одной руке, выпустил по немцам все, что осталось в его диске. Немцы даже и не поняли, что произошло. Офицер опрокинулся навзничь, надувная лодка продырявилась в нескольких местах и стала тонуть, а все, кто в ней находился, пошли ко дну. Хаджи Мурза тогда запомнил лицо одного немца, который утонул рядом с ним. Очень молодой, с голубыми глазами, в которых было много страха и мольбы, он как-то по-детски испуганно улыбался. «Но чем я тебе могу помочь-то?» – подумал тогда Хаджи Мурза. 163-я стрелковая дивизия отступала от Пскова к Старой Руси, где в августе с другими частями Северо-Западного фронта наносила контрудар, но попала в окружение, из которого вышло всего около 500 человек, в том числе и пулеметчик Мельдихов. Дивизия была выведена в тыл на переформирование, а потом в январе 1942-го участвовала в Демянской операции. Северо-Западному фронту тогда приказали овладеть Старой Руссой, но город был сильно укреплен противником и взять его не удалось. Зато шесть немецких дивизий оказались в котле. В 163-й стрелковой тогда были созданы истребительные отряды, которые должны были проникать через оборону противника и действовать на его коммуникациях в тылу. Хаджи Мурза Заурбекович тогда возглавил отделение в 177-й отдельной разведывательной роте и в одном из боев из пулемета сбил самолет противника. Это было в начале зимы, рассказывал герой журналисту и своему другу Дамиру Даурову после войны. Узкая тропа вывела нас на большую поляну, посреди которой стояла полуторка с разбитым ветровым стеклом. В кабине, склонив голову на окровавленный руль, сидел мертвый водитель, а в кузове лежал еще один убитый солдат. Молодой, красивый парень. Рядом с ним валялся пулемет. Мы взяли оружие, и тут в небе появился немецкий самолет. Мои товарищи бросились в укрытие, а я, недолго думая, поставил пулемет в развилку дерева и начал стрелять. Самолет загорелся и упал, а летчик выбросился с парашютом. Тем временем появился какой-то огромного роста полковник и стал кричать «Кто стрелял?». Скажу честно, я тогда испугался, что сбил свой самолет. Полковнику указали на меня, а он с улыбкой подошел ко мне и обнял, оторвав от земли. Потом он повел меня и моего командира в столовую, где нас хорошо угостили, а после этого подарил мне новенький полушубок. С 14 по 17 января 1942 года Мельзихов Хаджимур Зазаурбекович проявил исключительное мужество, геройство и отвагу. Так начинается наградной лист на присвоение ему Героя Советского Союза. Тогда истребительный отряд пробрался в тыл врага и перерезал дорогу в высочек вершина. Несколько разведчиков отправились за языком и долго не возвращались. Командир отряда, волнуясь, приказал лейтенанту Чернову отправиться на их поиски, который взял с собой Мельзихова. Внезапно отойдя на несколько сотен метров, они нарвались на немецкий дот, из которого по ним открыли огонь. Хаджимур Закинул в амбразуру две гранаты и пулемет замолчал. Внутри было 11 человек, 7 из которых погибли. Трое убежали, а командир лежал без сознания. Разведчики вытащили его наружу, привели в чувство, связали руку, повесили ему на спину немецкий пулемет и приказали ему идти в сторону основной разведывательной группы. Проводив офицера взглядом и убедившись, что он попал в крепкие руки советских бойцов, Хаджимур Засчерновым пошли дальше. И пройдя еще какое-то расстояние, нарвались на немцев, которые несколькими группами шли к ним навстречу. Советские бойцы упали в снег, то же самое сделали и немцы. Более минуты длилось молчание, и тут фашисты стали кричать. «Рус, сдаваться идешь?» Но им никто не ответил. Тогда они кинули несколько гранат в то место, где были советские разведчики, и подумав, что те убиты, поднялись и пошли дальше. Но вдруг, в этот момент совершенно с другой стороны, по ним открыл огонь старший сержант Мельзихов. Красноармейцы, пользуясь замешкой и глубоким снегом переползли вбок и подпустив врага совсем близко, открыли по нему огонь. У Чернова тогда заклинил автомат, поэтому он стрелял из пистолета, а свои диски отдал Хаджимур Зе, который, пользуясь тем, что немец был как на ладони, постепенно уничтожил всех гитлеровцев. Но не успели разведчики отпраздновать победу, как недалеко снова показались солдаты в серо-зеленых шинелях. Их было уже около роты. Тогда Чернов отправился за подмогой, а Мельзихов остался прикрывать его отход. Немцам очень мешал глубокий снег, но они все же пытались окружить Хаджимур Зу. Бой завязался жестокий, но теперь перед врагом был уже не тот испуганный боец, который встречал их возле Пскова, а стойкий и закаленный в боях командир отделения Красной Армии. Сначала Хаджимур Зе стрелял одиночными выстрелами, экономил патроны. Конечно, он не был снайпером, но к тому времени уже научился стрелять из автомата на расстоянии в 100 метров так метко, что каждый его выстрел попадал прямо в цель. Возможно, фашисты сначала хотели взять его в плен живьем, но из-за этой сумасбродной затеи почти сразу потеряли треть своего отряда. И тогда они, собравшись в группы, пошли на решающий штурм. Вот тут уже из советского ППШ стали вырываться очереди, которые косили немцев одного за другим. Потом, после боя, Хаджимур Зе удивлялся, что никто из поверженных врагов не падал на спину. После выстрела каждый скручивался вперед, валился на снег и замолкал навсегда. Бой длился уже очень долго, а помощь все не шла. У Хаджимур Зе кончались патроны, окоченели от мороза руки, и он дважды тяжело был ранен. Одна пуля расторапала шею, а другая попала в бок. Тут ему стало страшно, что это его последние минуты. «Вот так вот я слабею от кровопотери», — думал он. «И тогда немцы убьют меня и поднимут на штыки». Но тут перед его глазами возникла картина. Его дом, как наяву. Двор, ореховое дерево. А на заборе сидят, болтая ногами, соседские ребятишки. Ну нет уж, чем больше я этих гадов с собой заберу, тем лучше. Но они не пройдут через позицию старшего сержанта Мельдзихова. Одним из последних патронов Хаджимур Зе убил немца, который залез на дерево и ранил его в третий раз выше колена. Фашист так и повис в развилке. И тут снова за спиной послышалось громкое «Ура!» Сколько раз этот грозный призыв спасал солдата. Это было всего несколько человек из той же разведки. Но когда заработали их автоматы, это была замечательная помощь. Один из спасителей, лейтенант Глухов, оглядев в поляну с лежащими на ней немцами, все повторял. «Что же ты натворил, товарищ Мельдзихов? Нам ничего не оставил». Хаджимур Зе Мельдзихову санитар перевязал раны, и его вынесли в расположение своей части. Когда он через несколько дней в лазарете немного поправился, то начал расспрашивать всех о судьбе лейтенанта Чернова. Но его никто больше не видел. Сказали просто, что тот так и не вернулся. Тогда Мельдзихов самовольно оставил лазарет и пошел на поиски своего товарища. Он нашел его убитым у дороги. Но в этот момент заработала немецкая артиллерия, и вокруг стали рваться снаряды. Хаджимур Зе успел запрыгнуть в оставленный немецкий дот, рядом раздался взрыв, на него упала тяжелая балка, и он потерял сознание. В этой комнате было страшнее, чем в любом самом жестоком бою. От холода и боли сознание героя вновь включилось, и, оглядевшись, он понял, что лежит средь большой груды мертвых тел. Но не все там были мертвые. Кто-то стонал, кто-то прощался с жизнью, а кто-то в бреду бормотал что-то из прошлого. Хаджимур Зе находился в госпитале в городе Валдае, но это ему никак не помогало. Его уже списали из жителей этого света. Голова и ноги у героя сильно оттекли, и он не мог ни говорить, ни двигаться. В его кармане лежал пистолет, и он, чтобы избавить себя от мучений, уж грешным делом хотел застрелиться. Но в этот момент в комнату вошла группа людей в белых халатах. «Где он?» – шептал один. «Ему присвоено звание героя», – говорил второй, – «его в Москву требуют». Хаджимур Зе повезло. Ему сразу же было присвоено звание героя Советского Союза, и это спасло ему жизнь. Ему вне очереди сделали несколько операций, вымыли и перевязали раны. Когда Мельзихова потом пришли проведать его товарища, он им ничего не стал говорить о случае с Мертвецкой. А лейтенант Глухов сказал, «Мы посчитали, сколько немцев-то убил в тот день. Целых сто восемь. Такого еще не было. Говорят, Сталину доложили». «Я должен был стрелять и стрелял», – ответил ему Хаджимур Зе. «А скольких убил – не считал. Это ведь не стаканы с вином». Героя вывезли самолетом в московский госпиталь, где ему вручил награду сам всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин. А где-то далеко в Северной Осетии отец героя, Заурбек, запрещал своим детям включать радио. В это время Красная Армия отступала, и он не мог слушать новости об этом. Все мысли его были только о том, что и его сын тоже бежит от врага и покрывает позором и себя, и его. Но как-то ночью в дом Мельдзиховых пришла большая группа людей. Оказалось, что прямо по радио сообщили, что Хаджимур Зе было присвоено звание Героя Советского Союза. И радостные жители села, не откладывая это дело в долгий ящик, прямо ночью пришли поздравить отца героя. С тех пор Заурбек не давал покоя своим детям, говоря «Почему не работает радио? Ну-ка, включите-ка его!» После госпиталя в Москве Хаджимур Зеурбекович на фронт больше не вернулся. Больно сильными были его раны. Он лечился в городе Сочи, а потом и на своей малой родине. Осенью 42-го года его сделали старшим оперуполномоченным группы, боровшейся в тылу с бандитизмом. В октябре он даже спас своего командира, полковника Вартаняна, на которого напали четверо неизвестных. Хаджимур Зе тогда был рядом и из пистолета ранил двоих нападавших, а двое убежали. В кармане одного из нападавших была найдена записка с именами тех советских командиров, которых бандиты должны были убить, и стало ясно, что им задачу ставили немцы. В 43-м году Мельдзихов обучался в Тбилисском артиллерийском училище, но из-за ранений не смог его закончить. После войны он работал директором базы сельскохозяйственной техники, а потом инженером Министерства сельского хозяйства. Умер герой 15 мая 1998 года и был похоронен во Владикавказе на Аллее Славы.